здравствуйте глубоко уважаемые любители лайнерного спорта хотелось бы сейчас заснять вам некий ролик который будет говорить о такой штуке как скольжение вот скольжение стоит вообще такое ведь литка сейчас нитка сейчас я закинув ровно по фонарю участка же не нет показывает их то что набегающий на планер поток идет ровненько ровненько поясе планера и все обтекается очень хорошо красиво и замечательно когда учить летать на планере естественно всегда говорят что она причем . очень никакого не должно быть надо лететь ровно но и действительно ведь это ровно и . . пыль от управлять основной планером правильно в чем суть почему все скольжение возникают и говорят а и скольжение я учился когда своего для спора спрашиваю как утесть остров женики вот она возьмут это возникает вот а почему ну вот и возникает и выручка работать возникает скольжение почему никто мне не удосужился объяснить и вот как-то я добрался до франции нашел книжку умную французскую и прочитал и просто удивился но как же так почему же но почему же мне никогда никто не сказал откуда берется это вот загадочное скольжение берется он очень просто когда мы летим по прямой вот сейчас например мы летим по прямой я хочу сделать разворот я собираю ноги с педали вот убрал и хочу сделать разворот одной ручкой вот я создаю крен видите никто пошла в бок и вот только после некоторое время планер пошел вираж я сейчас без ног управляю да он нормально работает то есть не может летать так ну было скольжение на входе откуда ну взялось это скольжение взялось туда что когда я работаю ручкой создаю крен в этот момент на одном крыле подъемная сила увеличивается на поднимающих она опускающимся она уменьшается мы леронами сработаем соответственно это и делаем и получается что крыло одно вот если буду делать правый вираж соответственно на право на левом крыле подъемная сила больше на правом меньше на левом крыле сопротивление больше на правом меньше вот я ручку даю посмотрите об из-за того что сопротивление на левом крыле больше ту сторону нос планера и развернуться относительно потока набегающего все возникло скольжение именно это скольжение чем оно неприятно но оно неприятно тем что во первых динамический планер качество планера падает довольно существенно планер летит хуже это плохо очевидно поэтому искажение лучше избегать ну и второй момент что скольжение принципе может привести более раннего срыва потока на планере за счет чего за счет того что одно крыло более эффективно обтекается другое менее эффективно но смотрите вот сейчас мы теряем скорость на планере сейчас проверяем на каком положении закрыл 4 нормально вот мы летим сейчас медленно медленно видите планер летит ничего с ним не происходит ровное прямое обтекание нитка строго по центру все в порядке никаких нюансов все планер ручка на упоре у меня планер при этом летит а теперь я сделаю скольжение вот педаль дал вызвал скольжение и видите планер сорвался в штопор из-за того что одно крыло эти не но условия обтекания на нем хуже вот поэтому на прямом полете а плаги не срывается поток на крыле а при скольжении он сорвался как это может произойти мы например заходим на посадку заходим заходим забыли про то что нужно держать скорость вот так вот думаем ну надо вот надо четвертый разворот но задрали смотрим на полосу например и фига ногу сунули больше чем нужно вам срыв потока плюс еще какие нюансы может быть вполне турбулентность какая-нибудь там летим мы на малой высоте бат там зашли куда-то там где-то как будто поддул со стороны там что-то еще там ну и в общем много может быть всевозможных факторов которые в сочетании со скольжением способны спровоцировать вот этот срыв потока на малой высоте и тогда вот я выхожу легко из этого стопора а если сделать это на маленькой высоте то мы просто не выйдем у нас высоты не будет я потеряю на эту стопку нам я в стопор то собственно не вхожу я только делаю такой вот начало столь этого процесса поэтому трачу немного высоты но если планета скрутит то придется выводить и на это требуется достаточно много времени ну как точнее даже не времени высоты мы времени поэтому летать без скольжение важно что делать для того чтобы не было скольжения да очень просто чтобы не было скольжение нужно соразмерно давать педаль вот мы даем ручку и одновременно педаль и теперь он возникает но нитка остается на месте соответственно противоположную сторону тоже нога с педали то есть нога всегда ходит вместе с педалью это упражнение очень удобно делать упражнение называется веник вот можно у камина я часто сажаю курсанта и говорю ну-ка давай-ка упражнение веник и мы тренируем нога с рукой нога с рукой это противоестественное для человека действия ну точнее неестественное то есть техник не привык рука вместе с ногой что-то делает ну обычно у человека такого нет и этот рефлекс должен быть введен и доведен до какого-то наверное автоматизма то есть я набрали думаю когда управляю что я какую-то ногу даю я просто управляю управляю вот поэтому момент важный летать так чтобы не возникало скольжение но когда я учился летать было как бы все скажем скольжение вообще никакого скольжения просто вот не должно быть должен скорость по струнке там построился трак бабок перебаг потом я попал в африку инструктор африканский у него не сам не африканец а точнее он из юар но белый на вес ли мартин мартин если прошу прощения он взял меня будет я летал надо дискуссии если с ним проверишь не полета или я там носился на какой-то скорости километров наверное 140 пытался что-то обрабатывать и он убит игоря что ты вообще делаешь это не как земли недалеко очень страшно бы но подожди но ну ладно ну а хорошо на 700 метров почему-то быстро летаешь там 130 120 жену так что скорость не терять ну во первых на что пора летал же понимаешь что скорость терять это конечно опасно но в конце концов вполне возможно если есть высота ты всегда можешь при предупредительной тряске еще чего-нибудь в общем то выйти из этого режима вот а во вторых ты говорит летаешь неправильным скольжением игра что значит правильно неправильно и он не объяснил что на самом деле когда воздух идет вот мы сейчас находимся в спирали допустим правой мечет незадача на брать высоту просто задача полетать по кругу мы сейчас идем стоим вправо стирали и нитка видите немножечко влево смотрит сейчас воздух натекает чуть-чуть со стороны более медленного крыла из правая крыла у нас более медленное левое крыло у нас более быстро и если я нитку выровняю сейчас педалью я дал педаль то появится некоторая тенденция к увеличению крена почему потому что ну одно крыло медленное другое быстрее и разная скорость на разду на крыльях вызывает разную подъемную силу и возникает такой вот индуцированный крен то есть он пытается нарасти достаточно чуть-чуть сделать легкое скольжение вот такой вот со стороны внутреннего крыла как этот эффект практически исчезает и планер вором сам летит смотрите ручка брошена небольшое скольжение планер летит сам он устойчив в этой конфигурации можно сколько угодно вот даша ты руки-то подымеешь то не ты там управляешь да то подумают ручку задела но сейчас сейчас скорость замедлил планер замедлил скорость но ведь он сейчас одно сам но носа пустит дальше полетит вот то есть состояние достаточно устойчивая ну понятно что какую-то количество времени и теперь о плохом скольжение про которое говорил мартин она была у меня такой я по бланников ски привычки пытался помогать планеру ногой то есть я сейчас нажимаю немножко правую педаль видите нитка внутри поворота что она приходится делать мне приходится ручку давать на себя потому что правая педаль пытается нос опустить у нас сейчас в крене 45 у нас ну в общем крен такой что уже влияние руля направления на полет планера достаточно значительно то есть вот сейчас правая нога правая нога дана и руль направления пытается опустить нос планера вниз это первые те для то чтобы этого избежать я даю ручку на себя отрабатывает а стабилизатором и 2 неприятный эффект что у нас сейчас воздух идет под внешнее крыло планера под левое соответственно на нем подъемной силы еще больше а внутренне медленно внутренне медленное кольцо затенения на нем подъемной силы меньше мне приводится посмотрите как ручка дана против плена сильно чтобы хрен не увеличивался вот так и от элеронами сейчас компенсирует этот эффект вот поэтому вот такое положено скольжение отвратительнейшая то есть она самая паршивая которая может быть в развороте спирали потому что она ухудшает работу внутреннего крыла которому и так хреново она летит сейчас медленнее вот и поэтому вот такого скольжения нужно избегать и поворота ногой нужно избегать то есть нагадывается только в момент когда нужно я работаю ручкой вот пошла нога вот все нейтрально вот на вывод нога левая пошла нейтрально нога правая пошла нейтрально нога левая пошла нейтрально вот это но это все понятно этому всему учат любой школе где адекватный вот почему не всегда учат школе это вот это вот использование небольшое скольжение. Сейчас мы отлетим немножечко вперёд от склона и попробуем поясню, почему это скольжение ещё удобнее. Впереди возьмём поток, там планировочек как раз в наборе собирается в набор встать. Видите, такой красивый рядышком вот он. Ну почему бы и влево не постоять. Хорошо, встаём в левую спираль и вот смотрите, какую я минимально возможную скорость выжму сейчас из этого пламера. Ну если я сделаю вот это вот скольжение небольшое, то я смогу, как мой друг Мартин, держать 80 метров в час. То есть Мартин мне показал, как красиво летает до дискусс. Не знаю, что-то планер пытается изобразить. Сейчас его по прямому борту он проходит. Ну да, чуть-чуть он мне мешает. Ладно, сейчас пройдём ещё раз по прямой. Тут у нас что-то типа волны пытается запуститься. Итак, вот он левый вираж. Я разрешаю планеру сделать вот это небольшое скольжение полезное. Видите, чуть-чуть влево. И вот в такой конфигурации я могу скорость ронять достаточно сильно. И ничего с планером не будет. Вот смотрите, у меня ручки не хватает. Несмотря на то, что Даша лёгкая, у нас там свинца в носу полно. Поэтому конфигурация такая. Планер не хочет он лететь. Видите, он сейчас нос опускает, разгоняется, не хочет он стопорить. Ну и, собственно, и плюс у нас опять же скольжение правильное. То есть оно не способствует стопору вот этого скольжения, когда нитка идёт чуть-чуть наружу. Оно немножечко как бы защищает планер. Планер не сорвётся внутреннее крыло медленное у нас. Видите, всё хорошо. Вот у нас скольжение правильное. То есть мы летим медленно. Медленно ручка у меня полностью дана. Вот не хочет он, не хочет он лететь на 80. А то тут ещё что получается? Восходящая и нисходящая зоны. Немножечко раскачивается у меня этот гажон. Сейчас понежнее его подведу. Ну, вы видите, что планер летит достаточно устойчиво. А теперь смотрите. Так, что у нас со склоном, чтобы у нас стопор так склон не скрутить? Ага, ну как раз мы перегибом. Сейчас я отойду немножко в долинку, чтобы высоты над рельефом было чуть-чуть побольше. И мы сделаем всё то же самое, только у нас будет другое скольжение. Вы видите, что планер заставить летать там на 90-80 с ним будет сложнее. И, мало того, что там? Наш друг? Вижу, вижу, да. Слева подходит. Ну, тоже, наверное, волну хочет. Если мы в волну пока не хотим, мы видео снимаем, а он-то хочет. Ну, тут, кстати, в волну можно войти, потому что впереди источник это как раз у нас Арамбр. Оттуда дует ветер 34 км в час для запуска волны более чем. Но сейчас волне мешает термичка. И всё разбивает. Очень сильно разбивает нам атмосферу внизу. И поэтому, ну, очень не хочет планер в волну входить. Так. Мы продолжаем. Итак, главное, что мы планеру там не помешали своими видеосъемками пройду чуть-чуть дальше. Итак, мы уменьшаем скорость. И вот я сейчас даю левую педаль, чтобы вызвать это дурацкое неправильное скольжение. Видите, планер как летит. Вот он как летит, нехорошо. Ну, причём индикатор скорости, видите, скорость. Вот, кстати, вот он сорвался. Ну, вот как неприятнее, видите. Вот. Опять такую же дурацкое скольжение. Планер там далеко. Я смотрю, потому что мешать тут друзьям летать не нужно. Вот. Смотрите, вот. Ну, не хочет он. Ну, сейчас вот эта скорость по индикатору, она такая низкая за счёт того, что индикатор сейчас врет. Вот у нас скольжение сильное. То есть вот это дурацкое скольжение внутреннее. И он в планер качается. Я чувствую, как он роняет это крыло, пытается его ронить. То есть вот он не летит сейчас. Он не летит. Вот. Вот опять он сорвался. Чего, собственно, не было у нас, когда скольжение было с другой стороны. Вот она, собственно, и вся разница. Поэтому, что я могу посоветовать? Я вам могу посоветовать смотреть на нитку в процессе работы в восходящем потоке. Если у вас нитка в потоке вот в таком положении, вот у нас правый тренд, и нитка чуть-чуть наружу. Вот это хорошо. Пусть она будет чуть-чуть наружу. То есть почему вообще весь этот длинный разговор? Потому что скольжение может быть при полете. Я не встречал такого пилота, который бы летал прям идеально по струночку там. И, в общем, все это ерунда. Вот. Естественно, надо стараться, чтобы его не было. Но прямо говорить, ай-яй-яй, тут скольжение. Вот у меня были ученики, которые с этим скольжением так боролись постоянно, что, в общем-то, больше ничего другого не делали. Поэтому пусть уж будет небольшое скольжение вот такое. И оно в данном случае будет чуть-чуть даже помогать. Чем будет хоть иногда, но вот такое скольжение, когда дана педаль. Когда человек зачем-то хочет повернуть, помочь планеру педали. Он же знает, что педаль вправо, планер должен повернуть вправо. Но это не совсем так в данном случае. Сейчас дача педали только ухудшает ситуацию и мешает нормально убирать высоту. Вот. Это... Не знаю, кому это пригодится. Но знаю, что есть люди, которые интересуются планеризмом. Летают, опять же, часто на... Ну, надеюсь, тем, кто учится в школах, это говорили все. Должны были теоретически говорить. Хотя, например, я налетал 117 часов до того времени, пока узнал о таком простом вот... Вот, представляете, да? Я человек любознательный. Я там задавал массу вопросов. Я перечитал кучу книжек. Там все, которые мог добыть только. И узнал, вот, полетав во Францию, купил французский учебник. Открываю. Там нарисована эта картинка, откуда возникает скольжение и так далее. Удивительно. Вот, поэтому важная, важная информация достаточная. Ну, в том числе, влияющая на безопасность. Потому что, вы понимаете, да, что скольжение, например, на том же четвертом развороте может быть и вот такое. И вот это скольжение не является такой же катастрофой. Значительно более плохой будет, если мы помогаем ногой. Вот так. Ну, на этой оптимистичной ноте. Вот смотрите, чтобы вы понимали наши дальнейшие планы. Вот впереди торчат облака. Ну, такие. И там источник, потенциальный источник волны гора Апотор. Вот мы сейчас попробуем на высокой скорости пройти в ту сторону. Мы там брали утром волну. И, может быть, удастся нам волну взять там. Потому что здесь мы сколько ни скакали, волну взять не смогли. Мы уже тоже писали прекрасное видео про скольжение. Надеюсь, оно вам пригодится. И вы научитесь использовать скольжение в своих целях. И будете знать, что скольжение бывает непросто. И это не только плохо. Точнее так, скольжение это не всегда плохо. Просто бывает хорошее скольжение и плохое. И хорошее скольжение, когда воздух набегает на планер со стороны более медленного опущенного в повороте крыла. Все. Все. До новых встреч. Ариуар. Спасибо. 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 Спасибо.